Да, и до сих пор порой многие ожидают. Мне нравится, как Александр Минь говорил, может Андрей вспомнит, как буквально, что все религии, они как бы как мостики. Все религии это как лестницы, все религии как ступени Богу, а Иисус Христос это лестницу, которую Отец с неба спускает. Словно, типа, лестницы на небо, а Бог с неба. Все религии это как те ступени, которые человек строит в Нерадо, а Иисус Христос это как лестница, спослана от Солнечника. Сверху. Да, да, точно. А это неизбежно. Вот так вот, так что слава Богу, что действительно есть ответ свыше, ответ свыше посетил Господь народ свой и все истрадавшееся человечество. А ведь вся тварь стена этой мучается, ожидая откровения Сынов Божьих. Вся тварь. Все творение. Чем дальше, тем больше я это понимаю, что вот действительно и весь растительный мир, и весь животный мир, вот все, все, абсолютно все и вся ожидает откровения Сынов Божьих. Кстати, я сегодня уже добрым словом вспоминал Сергия Радонежского. Вот, и там эпизод был тоже, когда к нему пришел медведь и просил его молиться за него. Ну, не по-человечески, ну, вырыт, показал, что, значит, ему нужна там, короче, помощь. А тот повалился за него, за его исцеление там. Вот, там другие были случаи тоже, значит, ну, это же не цирковой был медведь, это даже циркового и то так вот вне клетки. Побоялся бы так выслушать. Вот, значит, а вот попробуй там, Дикий пришел в то время-то... А это кому? К одному из монахов, короче, старцев. Жил, он тогда в лесу жил, в Московской области, но тогда это была бурелом, непроходимая такая бурелом, значит, тайга была сплошная там. Вот, когда татары хотели, значит, туда, Москву спалили и хотели эту лавру найти, спалить. Искали, искали, так и нашли, короче. Запутались, плюнули, развернули коней, пошли обратно, потому что бесполезно, там буреломы такие, короче, чещобы. Там, и все, монахи обличенно вздохнули, что пропустил, отпустил, мимо прошла беда. Вот, так что да, это сейчас сел на Людвичку, и через час уже там, уже в лавре великое, и все. Тогда, тогда совсем другое дело было. Вот, непроходимые чещобы были. Вот, и, или, допустим, там другие случаи были, там, когда там, вот, про этих, про кого же, на Востоке читал, про монахов, там, этих, братьев, целителей. Когда верблюд пришел, значит, да, просил тоже помолиться за него, там, значит, выражал там свои желания, как-то. Они за него помолились, там, он исцелился, там, там много случаев таких интересных. У нас, кстати, начиналась домашка одна, как раз, с, по сути, воскрешения кошки. Ну, исцеление ее точно было, но она была без пяти минут покойницей уже, там, от ветеринара привезли, значит, у Нины Дмитриевны, случай же был. И аж кошка, она все уже кончалась уже, значит, племянница там привезла эту кошку, к ветеринару возила, а кошка старая, вот, и больная. Я не знал, что раковые, если у животных тоже, у кошек тоже. Очень часто. И врач сказал, что она, во-первых, она уже и по годам уже все уже, уже бабушка уже, во-вторых, она вся в этих уже метастазах уже, ну, она, она, а что кричит, она, ну, все, страдает, и обезболивает, что-то. Только могу укол усыпить и все. Короче, привезла кошку, значит, Нина Дмитриевна сказала, не надо усыплять, привезли кошку, вот, а я как раз приехал, вот тебе, я приехал там за пару часов, значит, до начала, вот, значит, и смотря на себя в слезах, кошка хочет там, затолстикует, значит, ну, уже, видимо, умереть-то хочет, как-то так спокойно, вот, бабушка не дает, ей заползти, вот, значит, и плачет, и, а что делать, ну, короче, давайте помолимся за, за нее, она такая, помню, а что можно, конечно, почему мне, почему нельзя молиться, да вы что, можно, конечно, если за картошку, морковку молимся, за кошку, тем более, конечно, вот, ну, я не знаю, значит, молились, и бабушка сама уже, пришла в себя, так уже, смотрю, уже очухалась, уже, как бы, так уже, да, без истерики, значит, и, да и кошка как-то уже успокоилась, угомонилась, не стала там искать себе, там, какое-то тихое место, одним словом, к началу домашки, она уже, так уже, кошка нормальная, уже, так уже, ну, как бы, может, еще больная, ну, одним словом, не дергалась ничего, так она еще потом прожила, еще, долго еще, и была здоровой, то есть, вот такой был момент, интересный, очень даже, лезть в кладбище домашних животных, а, я видел, там уже кресты, значит, да, интересно, а может батюшку нужен, там, и, каплучку, каплучку, да, 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 если у людей таких нет, да, такие, я бы, панихидку, так, по бобику, по минимурку, ты мой муреночек, с кадилом, да, в принципе, да, ну, как, ну, ладно, если серьезно, То, конечно, как и судьба человека, так и судьба животного. А животное Царство Небесное наследует? Каждый вопрос. Если честно сказать, то да. Да, лишь душа жива. И даже растения даже наследуют. Там не будет безжизненной пустыни, там будут растения. И они будут в хорошем качестве уже. Не в таком, как сейчас. Да, душа же у нас бессмертна. И растения, и животные, да, значит, все будут, да, значит, и все это будет на самом деле. И что, и бурьян будет, и полоить надо будет? В божьем качестве, как и человек. В божьем качестве. Раньше и бурьян был полезным. Это сейчас, знаете, вот все заразы-то. Это как, допустим, вот... Сейчас полезный просто, они не пользуются, я не знаю. Ну, сейчас он не такой уж полезный. Это как вот программы, старые программы. Рекомендую, кстати, для зрителей тоже рекомендую. Кеннет Коупленд... Кстати, сколько времени у нас? 1.190. А, чтобы нам, да, нам уже... Значит, короче, старые программы есть. Кеннет Коупленд и Карл Ба. Вот рекомендую посмотреть, очень интересные. Ба. Карл Ба. И иногда пишут Бо, но вообще-то Ба, значит. И Карл Ба. Значит, Кеннет Коупленд был еще молодой еще тогда. Вот это старые программы, но очень интересные. Мне так понравились они. Еще, значит, начало 80-х, по-моему, делали съемки. Конец 80-х, начало 80-х. Потрясающие съемки. Короче, это в Техасе есть институт сотворения мира, как-то. Или творения мира, как-то так он называется. Вот, значит. И этот Карл Ба, он доктор, да. И он, значит, в этом вот институте, в этом, да, он работает. Значит, и работал. Потому что он тогда уже был пожилой человек, уже. Не молодой. Старших Коуплендов. Значит, и интересно, он рассказывал, что у них там огромные деньги были потрачены, чтобы лабораторию создать специально такую. Они воссоздали, насколько это возможно, атмосферу допотопного мира. Тоже давление, значит, какой был тогда, значит, состав воздуха. Все, все, и, короче, возродили эту атмосферу. И туда, в этой лаборатории, они, значит, помещали, значит, всякие растения, всяких животных, значит, и наблюдали. Какие-то годы наблюдали за ними. Потрясающие были эффекты. Кстати, они потом запатентовали многие запретения, как бы открытие эти, да, и от этого уже стали финансироваться уже. То есть... И они там давление и влажность. Да. Он рассказывал, что какие-то, да, помогли им такие вот находки. Интересные очень. И что интересно, представляете, оказывается, в той атмосфере допотопной, да, значит, и при том давлении все было другое. Даже растения там... Больше вырастали. Больше вырастали растения, значит, да. И вот эти помидоры там, они показывали, кусты эти, да, допустим, фотографии. Интересные очень. Качество растений менялось. Свойства их менялось. Вот, от вида к виду, от времени ко времени. Интересно, что еще. Особенно с грибами меня впечатлил тогда опыт. Они там помещали грибы, высаживали грибы, да, значит, и грибы, которые были ядовитыми у нас, они становились полезными, нормальными, хорошими, съедобными. Даже не условно съедобными, а съедобными. И со змеями впечатлил меня эпизод. Он рассказывал, значит, змей помещали, ядовитых змей разных. Помещали туда, они там проживали. И что интересно, они наблюдали, первые же месяцы пропадала у них агрессия. Вот, вплоть до того, что, значит, там их проверяли, как там, кормежка или что-то еще там. Вот, змея бросалась, многие бросались. На их территории вторгалось, как бы, значит, да, значит, что-то там. А здесь они совершенно нормально, то есть они не бросались. А потом у них даже вот эти изменения, где вот этот яд вырабатывается, да, изменения произошли, оказывается, через некоторое время. И вещество стало даже не ядовитым, не опасным, а даже полезным для человека. Наподобие пенициллина что-то такое стало. То есть раньше, в допотопном мире, там, что, змея, иди, упусти меня, короче. Значит, нормально для человека даже польза какая-то для организма была, представляете? Ну, значит, потом что-то еще рассказывал интересное там, там много очень, десятки примеров. То есть даже, даже не говорю до грехопадения, даже до потопа, уже после грехопадения, после всех этих проблем начавшихся, но еще до потопа. Даже, а, он как раз пример приводил, что вот мы сейчас не удивляемся, живя в агрессивной среде, да, мы не удивляемся, вот что, значит, там, Каин там на Авеле, значит, там, и убил его, да. Но, для них, для ученых, это было шоком. Как-то вот в том мире, в той атмосфере быть агрессивным, это нужно было очень сделать сильный шаг вперед. Как бы, это нужно умудриться было, это нужно было додуматься, это нужно было, как бы, это очень непростой было путь. Сейчас проще быть агрессивным человеком, значит, тогда это было очень сложно. А, еще, меня еще что впечатлило, что библейские тексты, многие, стали им понятны совсем по-другому. Значит, что Бог создавал нас при пении звезд. Значит, там, один из переводов, там, английский, английская библия, цитата была. Вот, в русском там нет, к сожалению, нет этого, но, но интересно очень. И он говорит, что на самом деле, значит, они пришли к убеждению, что в то время люди могли слышать шум от звезд. Нет, так и есть, да. Они могли слышать, да, вот движение этих сфер музыкально. Даже есть в ходе небесных сфер, по-моему, такие средневековые, средневековые, такие догматы какие-то там, научные. Там, это, чтобы очень прекрасные мелодии шли от звезд. Представляете, рассвет, да, солнце встает и такая музыка. Да, там шум, там, в такой... Потом, значит, в обед, там, другая музычка. К вечеру, что-то такое, релакс опять. Я там балдею, там, в макетах. Вообще, представьте, как красота вообще. То есть, даже небо, оно играло что-то для нас там, для нашего восприятия. И я подозреваю, что тоже уши, что у людей разные тоже были. Кто-то слышал там, может, ну, не знаю, попсу, наверное. Ну, что-то, ну, короче, что-то там слышал тоже, может, такое. Вот Каин, наверное, слышал такое, что-то такое. Да, это как там говорили, что Мендельсона слушает стоя, да, Шопейна слушает лёжа. Кого там? Круга слушает сити. Вот, наверное, этот как раз вот Каин, наверное, он слушал что-то не то, наверное, слышал звон, да не знаю, где он. Вот, значит, Ирис, ну, не был со слухом. Ну, одним словом, умудриться быть жестоким в то времени было очень сложно. Убивать при классической музыке красивой, это было... Ну, выговора не было. Вообще, значит, ну, у него это было что-то, ну, изнутри пошла вот эта зараза какая-то, какая-то инфекция, какая-то болячка, это вот грех, грех сам изнутри. Вот это вот, как в еврейской традиции не принято говорить первородный грех, но злое начало, говорится, эцерара, злое начало. Ну, в принципе, хрен резко не слаще, это одна и та же проблема описывается, просто под разными, как бы, немного словами, терминами. А, в принципе, та же самая проблема, что злое начало появилось в человеке. Змея, разговаривающая с женщиной, это одна проблема, да, но когда уже змея уже внутри человека уже, да, когда она уже сама уже не Ева, а уже Азоя, да. Змея особо ядовитая говорит, значит, вот уже, вот это уже проблема уже тогда уже. Ну, это как и Мануил, и там, говорили только со знаком минус. Да, да, точно. Вот, и сегодня молюсь, представьте, вот церковь имеет столб, да, есть время еще, столб и утверждение истины, и, значит, действительно, а истина этому миру провозглашается, то есть мы знаем, что весь этот мир ждет великое преображение, великое спасение. Да, значит, будет и огонь, и море огня, все, значит, но мы ожидаем новой земли и нового неба. Мы ожидаем, действительно, все нового от Бога, от Господа. Спасибо тебе, Господь, благословляю сегодня всех вас, друзья, благословляю сегодня, пусть вот это вот таинство, вот это виновление, да, вот о чем мы говорим в самом начале, свершается в нас, и пусть, действительно, вот это Христос в нас, упование славы. Не просто с нами, не просто Бог с нами, близко с нами, а в нас, сущий Бог, когда я и Отец одно. Вот пусть вот такое христианство, пусть такая вера будет в нас, пусть такое будет житие наше во имя Иисуса Христа. И Иисус сказал, уходя, тоже, Он сказал, что кто будет веровать, да, и креститься спасем будет. Хочу напомнить вам, что крещение, баптизу, да, в современном греческом языке означает именно погружение, в смысле окунание. Окунулся и все. Но в древности означало это погрузиться, окунуться, погрузиться и там остаться. И пропитаться всем тем, во что ты погрузился. Получается, баптизу совершить. И малосол, греки, допустим, те же самые огурцы, не называли баптизу. А для описания именно соленых, просоленных уже огурцов употребляли слово баптизу. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы, как вот, сегодня слова Его так можно перевести для нашей культуры. Что кто уверует в меня и погрузится в меня и пропитывается, пропитываясь мной, да, будет спасен. А кто не уверует, ну, погибет. То есть, получается, засыхаешь на грядке, погибаешь, как вот урожай, допустим, да, вроде все выросло, да, а урожай погибает на грядке. Вот для сельского жителя это самая большая беда. Да, вообще, да, я все-таки городской житель, но несколько лет прожил в селе. Говорю, это каждый раз, это, ну, самая трагедия. Вот оно все, поле есть и все погибает вообще. Вот, ну, трагедия на самом деле. А Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы весь урожай был в закромах. Чтобы было все собрано, чтобы на поле ничего не погибло. Он хочет все. Злану до стола, да, значит, достанет, значит, огурочек. О, Макс, баптизу. Андрей. Баптизу, Вадим. Баптизу. Все. Баптизу, баптизу, Володя. Оп. Баптизу. Значит, баптизу, значит, получается, что? Просоленый, пропитанный им. Пропитанный им. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Аминь. Да, слава Богу.